Всем привет! Сегодня я хотела бы сделать небольшой обзор моих самых любимых товаров сайта iHerb. Это ни в коем случае не реклама. С сайтом этим, с iHerb, я знакома уже где-то года 4. И сегодня хочу рассказать именно о тех препаратах, которые я заказываю на постоянной основе, которые у меня постоянно есть дома, то есть они все проверены на собственном опыте. Возможно, что-то будет полезным и для вас. Сейчас самый первый и самый важный препарат для нашей семьи – это вот такой Оралбиотик. Эти таблеточки я действительно заказываю по 5-6 упаковок за один раз. Они постоянно есть у меня дома. Мы используем их всей семьей. И что это такое, я вам сейчас расскажу. Сразу расскажу, что именно такой Оралбиотик есть в двух вариантах. Вот Оралбиотик-2 – это более слабая формула, и таких таблеток нужно принимать больше. И есть вот такой самый настоящий Оралбиотик. Он мне нравится намного больше. Извините, кот ходит на заднем плане. Это правильная, выверенная формула, где хватает буквально одной таблеточки для того, чтобы получить результат. В составе таких Оралбиотиков находится штамм стрептокока К-12. Это стрептококус соливариус. Этот стрептококк помогает нам при защите наших лороорганов уха, горла, нос. Этот стрептококк отвечает за нормализацию микрофлоры полости рта, очищает слизистую от болезнетворных бактерий. Это привычный нам штамм стрептокока, то есть мы рождаемся, и этот штамм практически сразу заселяется в нашей ротовой полости. Он присутствует у нас на протяжении всей жизни. В его состав входят два белка, соливарицин А и Б. Вот они-то и призваны подавлять патогенную микрофлору нашей ртовой полости. Стрептококк соливариус – это полезная бактерия. Она продуцирует ферменты. Эти ферменты уничтожают зубной налет и предотвращают зубной камень. И даже могут способствовать в меньшем развитии кариеса. Я не уверена, что прямо предотвращать кариес, как они пишут. Но, тем не менее, возможно, развитие кариеса будет замедлено. Также эта бактерия вытесняет потенциально патогенные бактерии, выполняя роль пробиотика. Таким образом, даже если вы поймали какой-то вирус, бактерию, ну, вирус вряд ли, конечно, но бактерию, которая вредит вашему здоровью, которая может развиться и вызвать воспаление, воспалительные процессы, то вот именно такие оралбиотики, они помогут вытеснить эти бактерии из полости вашего рта, уха, горла, носа, да. Вот поэтому это очень классные штучки. Я очень советую вам их попробовать. Выглядят они вот таким образом. Сейчас покажу. Вот такие маленькие таблеточки. С очень приятным вкусом. Вкус у них такой клубничный. Вот. И эти таблеточки надо принимать, конечно, курсом. Лучше всего, если в первый раз вы будете их принимать курсом. Принимать их стоит только после того, как вы поели или почистили зубы. Ну, то есть тогда, когда после принятия этих таблеточек вы не будете долгое время есть и пить. Их надо рассасывать. Вкус у них, как я сказала, очень приятный. Поэтому это такая даже для детей, как вкусная конфетка идет. Я могу сказать, что мы практически справились с хроническим тензелитом у одного из моих сыновей. Тензелит был достаточно в таком запущенном состоянии. Уже шли разговоры о том, чтобы удалять гланды. Но нам удалось избежать этого удаления. И, в принципе, практически наладить всю правильную работу гланд. Правильное состояние горла и ротовой полости. Первое время сын принимал эти таблетки каждый вечер. Рассасывал по одной таблеточке, наверное, в течение месяца подряд. В дальнейшем мы стали делать перерывы. Принимали курсами по неделе, по две недели. Плюс в те дни, когда кто-то из нас чувствует, что заболело горло. Не то, что заболело, а вот такое вот самое начало, начало заболевания. Когда я еще чувствую, что можно прекратить развитие болезни. Обязательно принимаем эти таблетки по несколько раз в день. И очень часто действительно удается восстановить развитие болезни. Поэтому, конечно, надеяться на то, что это препарат такой универсальный. Он абсолютно избавит вас от всех проблем, от вирусных заболеваний, от гриппа и от всего прочего. Я, наверное, не думаю, что надо стоит его так воспринимать. Но для нормализации микрофлоры ротовой полости, для победы над тем же стриптококом, даже потому что у сына вот анзелит был, он стриптококовый был, это очень классный препарат. И я очень советую вам его попробовать. Важная ремарка, что хранить его обязательно нужно только в холодильнике. Только в холодильнике. Второй мой любимый препарат, это зверобой. Вот так выглядит упаковка. Если интересно, я ссылки могу оставить внизу. Так что вы пишите, если нужны ссылочки, я обязательно их пропишу. Зверобой, это аналог антидепрессанта. Это успокоительный препарат. В первый раз я решила попробовать такой зверобой, когда у моей старенькой очень свекрови начались такие серьезные перепады настроения, когда от нервной, вот какой-то нервная дрожь у нее была, она очень плохо спала, она была постоянно в таком взвинченном состоянии, все время слезливая. Я попробовала заказать вот такой зверобой. И вы знаете, мне результат очень понравился. Пропила она его, наверное, месяца два, по две таблетки, одну утром, другую вечером. И я ее стала практически не узнавать, потому что действительно человек успокоился, человек пришел в какое-то более выровненное эмоциональное состояние. Ну и я сделала вывод, раз на такого старенького человека так положительно повлияли эти капсулы, то, в общем-то, надо, наверное, держать этот препарат тоже в арсенале. И вот сейчас у младшего сына важный период, 11 класс. И вот начали мы тоже потихонечку по одной капсулке этот зверобой принимать, для того, чтобы, в общем-то, не так сильно волноваться, не так сильно психовать. У зверобоя капсулы вот такого вида. Они не очень большие, поэтому их принимать удобно. Сейчас покажу. Вот такой обычный стандартный размер капсул. Вот. Так что, думаю, это тоже такой хороший, полезный препарат в наше время стресса. Вот. Потому как зверобой, он имеет доказательную эффективность. То есть, уже проверено, медициной проверено, что этот препарат помогает при лечении только очень слабых вариантов этой болезни. Потому что при настоящей клинической депрессии, конечно, он никак не повлияет. И там уже должны работать однозначно специалисты. Зверобой содержит большое количество элементов, которые облегчают протекание депрессии. Он препятствует обратному всасыванию серотонина в головной мозг. И тем самым облегчает состояние человека. Также зверобой содержит гиперицин и гипофарин, способствующие нормализации работы нервной системы. Так что препарат натуральный и очень действенный, очень хороший. Только надо иметь в виду, что зверобой, вещества, содержащиеся в зверобое, они повышают чувствительность кожи к солнцу. Поэтому либо с осторожностью принимайте в солнечное время года, либо обязательно наносите на кожу крем с большим солнцезащитным фактором. Ну, дальше, наверное, расскажу о моей любимой куркуме. Вот в таком виде я покупаю капсулы куркумы. Капсулы покупаю именно из-за того, что не всем нравится вкус куркумы, не все любят эту приправу. И вот некоторые члены моей семьи куркуму в виде капсул принимают намного лучше, чем в порошке, например, потому что она специфическим вкусом обладает. Это выверенные капсулы. Я много их искала, долго их искала, читала различные отзывы, советовалась. Какая куркума наиболее чистая? Мне посоветовали вот эту фирму Organic India. Индийской куркуме я традиционно доверяю, потому что я очень люблю индийские различные препараты и аюрведические препараты. Вот, и поэтому, в общем-то, я купилась и купила вот именно такую куркуму. Куркума хорошая. Принимаем мы ее, наверное, уже года три. Ну, не на постоянной основе, с перерывами. Там по одной-две капсулы в день мы куркуму пьем, потому что куркума является шикарным антисептиком. Это такой природный антибиотик, который и для желудочно-кишечного тракта полезен, и повышает иммунный ответ организма, и убивает различные вирусы, бактерии, которые попадают в наш организм. То есть, есть даже такое... Я слышала, что от израильских ученых, от израильских клиник идет некая информация, что куркума помогает даже при профилактике рака. Естественно, отвечать за эти слова я никак не могу, потому что я не медик, и я не могу, в общем-то, достоверно это утверждать. Но, тем не менее, такая информация есть, и, может быть, какое-то здравое зерно в этом есть. Я не знаю, надо ли как бы злоупотреблять тоже куркуму и пить ее на постоянной основе, как некоторые ее принимают. Но в период вирусных инфекций, да, когда вот сейчас, как, например, идет там период гриппа, куркуму мы пьем в обязательном порядке, и, в принципе, нам это помогает. Ну, я считаю, что нам это помогает держаться на плаву. Да, я еще не указала цены. Цены, по которым я это покупаю. Такая куркума на iHerb стоит около 1650 рублей. Понятное дело, что цена может меняться, потому что там бывают скидки, бывают повышения, и мне кажется, там такая цена не всегда стабильная. Так, зверобой я покупала за 990 рублей. Да. И оралбиотик стоит 868 рублей, вот именно в правильной дозировке. Второй оралбиотик, он стоил дешевле, где-то 450 рублей, но у него более слабое действие, там меньшее количество бактерий. Также на постоянной основе покупаю и принимаю вот такие препараты омега-3, 6, 9. Иногда беру просто омега-3, иногда омега-3, 6, 9. И вот витамин D3. Ой, достану, вот. Витамин D3 считается, что у каждого человека, если сдать анализы, найдется недостаток этого витамина, и что этот витамин очень полезно принимать. Но этот витамин все-таки коварный, и передозировка его не лучше, чем нехватка витамина D3. Поэтому мне кажется, что все-таки стоит изначально сдать анализ, проверить уровень этого витамина у вас в организме, и после этого уже применять его. Вот здесь дозировка 1000. Бывают разные дозировки, да, соответственно. Витаминки очень компактные, очень маленькие, их очень легко принимать, мне они нравятся. Почему покупаю эту фирму? А вот не знаю, потому что мне нравится вот этот оралбиотик. Видимо, есть какое-то подсознательное доверие этой фирме. Да, я, в общем, предпочитаю покупать ее. А вот Омега-3, 6, 9, этот прекрасный рыбий жир. Очень крупные капсулы. Вы посмотрите, насколько они большие. Думаю, что проглотить такую капсулку не каждый человек решится. Вот, у нас с этим проблем не возникает, но я знаю, что многим людям сложновато проглатывать очень крупные капсулы. Так что вот имейте в виду, что именно вот у такой Омеги, вот именно вот этой фирмы, очень крупные капсулы. Дозировка тоже 1000 миллиграмм. Стоимость таких витаминок около 1000 рублей за вот эту большую банку, 250 капсул. И D3 стоил 300 с копейками, 325, по-моему, рублей за 180 грамм. Ой, 180 капсул, извините. Также у меня здесь стоит вот такая упаковочка имбиря. Покупала я этот имбирь, когда пытались бороться с мигренью. Потому что неврологи советовали попробовать именно имбирь, так как в имбире есть определенные вещества, которые помогают не допускать приступов мигрени. Поэтому курсами пропиваем, у кого есть такие проблемы. Может быть, небольшой результат и можно отметить, но все-таки полностью справляться с проблемами имбирь, конечно, не дает. Но на всякий случай я все равно имбирь дома держу. И в какие-то более напряженные периоды жизни имбирь тоже дополнительно принимаем, для того, чтобы смягчать хотя бы те приступы, которые могут начинаться.